добрый день здравствуйте уважаемые подписчики и здравствуйте гости канала как и обещал ролик посвящается музыкальному обзору группе старой команде супер трэмп группа супер трэмп образовалась великобритании аж в 69 году отцы основателей рик дэвис и роджер ходжсон команда прославилась своим оригинальным прочтением прогрессивного рока кроме прочего надо отметить такую деталь если внимательно присмотреться к рику дэвису можно увидеть как сильно он похож на иконный образ иисуса христа такой же такой же овал лица бородка клинышком и лицо словно сошло со старых русских икон но конечно образ этот опять же он не совсем верный поскольку теперь то известно что иисус христос был еврей и он совершенно был не европеец как говорится но вот этот такой иконный образ он очень сильно похож на рика дэвиса впервые группу я услышал в 80-м году вместе с такими командами как блонди драгон это был такой как бы триумвират который буквально он захлестнул все хиты семьдесят восьмого и семьдесят девятого годов и уже тогда мне понравилась у них духовая секция у супертрэмп и своеобразный такой голос вокалиста было в их музыке что-то непонятное какое-то ощущение такой я бы сказал светлой грусти тоски почему-то прошедшему такое чувство мне вот она особенно близко странная вещь сколько вот я вспоминаю группы семидесятых годов не они нравятся практически все и не важно в каком жанре они играли вообще как говорится поп рок диска прогрессив электронная музыка вообще вообще вот в любом ключе группы семидесятых мне почему-то нравится все практически а вот в восьмидесятые годы команды они не как был не близки словно бы отрезал не мое и все и вот ведь что странно по возрасту то я должен был как раз бы проникнуться именно их творчеству что это может означать у меня только есть одно объяснение что наверное уже в раннем детстве до 12 лет у меня сформировался свой вкус и думаю что не открою в америке если скажу в семидесятых годах даже те же диско группы играли и пели на более высоком уровне думаю тут со мной вряд ли кто поспорил ну и к тому же диско команд запавших мне в душу которые играли в семидесятых было несметное множество те же пони эм кичин оба silver convention рапшин гумбэй дэнс бэнд биджиз чингис хан тех даже и не упомнишь сейчас а восьмидесятых я могу назвать лишь несколько команд которые мне нравятся это таван бэд бойз блю наверное может еще липс инкорпорейтед и все наверное вот честно сказать ну еще мне частично нравится фрэнк мэрин это уже как бы такой исполнитель второй половины восьмидесятых но что-то мне он тоже цепляет иногда еще газеба вот еще могу вспомнить да газеба хотя у него все таки грустные композиции в основном но как-то они мне ближе вот и надо отметить что и сроковыми командами примерно та же у меня ситуация я очень долго привыкал к айрон мэйден как цеп там дефлепр правда вот понравился сразу но также быстро он мне и надоел буквально через 15 лет такие команды как мегадет слэр бонжови так и остались для меня в общем-то чужими мановар начале вообще был непонятен но вскоре таки дошел и нравился очень долго в общем я понял для себя что и в детстве и сейчас команды семидесятых мне так сказать ближе и роднее я еще знал одного человека который слушал в основном группы 60-х годов хотя мы с ним были ровесниками но мне вот они кажется за редким исключением слишком примитивными за исключением может быть doors криденс ну еще там ранних deep apple может быть вот и да еще джимми хендрикс безусловно джимми хендрикс вот так обстоит дело с моими вкусами ну а теперь непосредственно группе супер трэмп и так первый состав команды рик дэвис клавишный вокал роджер ходжсон клавишные вокал гитара ричард палмер гитара роберт миллор перкуссия губная гармоника первый альбом трэмпа записали 70-м году однако он сущности провалился поэтому официального издали только 78-м году когда группа уже как говорится находилась на гребне славы в том же году группе присоединяется дэйв винтроп саксофон флейта зато через полгода уходит палмер а у роберта миллора случился нервный срыв он также не смог работать в итоге их всех заменили пришел фрэнк фаррелл бас-гитара и кевин кури перкуссия вокальные партии в команде исполняли поочередно то рик дэвис то роджер ходжсон надо сказать что на пластинках даже специально помечали разными цветами желтым и черным кто что исполняет какую песню второй альбом 71 года запомнился более коммерческим подходом яркой обложкой однако продажи все равно оставались ничтожны и вот в результате такого фиаско группа лишилась опять же всех музыкантов кроме дэвиса и хочешь она все ушли а для записи следующего диска были наняты дуги томпсон бас-гитара боб зиббенберг барабаны и джон халивал саксофон планет клавиш этот состав считается классическим и с ним был записан диск crime of the century 74 года этот альбом стал первой ступенью на пути к успеху его уже заметили критики и он достигает четвертого места в англии особенно благодаря вещам school и джиммер следующим творением группы стал альбом crisis what crisis выпущенный в ноябре 75 года альбом пользовался в общем то небольшим успехом особых высот не занял но публика стала привлекать группе и вскоре супер трэмп стали понемногу обретать популярность в 77 году выходит подстинка even in the quickest moment с хитом give a little bit он уже занял 15 место в штатах и в том же 77 году команда приняла решение сделать крен в сторону поп-рока и переехала на пмж в штаты и вот начался звездный час супер трэмп в 79 году выходит завтрак в америке который попал на третье место в британских чарсах а в сша он взлетел аж на первое место это был триумф хотя и полученный в результате такого упрощения творчество команды что ж за все надо платить в этой жизни ну а вещи logical song breakfast in america goodbye stranger стали популярными по обе стороны океана навечно вошли в хиты было продано более 18 миллионов экземпляров диска когда же я наконец скачал весь альбом целиком это было уже в пятнадцатом году я увидел что супер трэмп все также мне близок словно и не прошло целых 40 лет ну а если вот вы сейчас меня спросите так что такое все таки супер трэмп я отвечу супер трэмп это созвучие клавишных дуков духовой секции и какого-то такого необычного мальчишеского вокала рика дэвиса совершенно неповторимое звучание свой собственный стиль ну а многие группы кстати говоря страдают от такой тяжеловесностью а вот это вот команда она славится своими легкими аккордами которые словно бы уносят вас в синее безбрежное июльское утро будет полет фантазии поднимают настроение вот это вот духовая секция она примерно так здорово как говорится она бодрит очень как говорится к месту и до сей поры я постоянно включаю альбом breakfast in america наслаждаюсь воспоминаниями и словно бы вижу мальчишку склонившуюся до потопным магом стоящим на табуретке и с одной только единственной колонкой и всегда мне как-то становится теплее на душе я словно вижу то время как просто после прослушивания диска я выхожу во двор и там придавись детскому безумию типа игрицы игры в землицу или ножички в общем я считаю что это было золотое время моей жизни группа это замечательная советую всем кто не слышал еще супер трэм познакомиться с их творчеством спасибо всем оставайтесь на канале пока удачи 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 у Субтитры создавал DimaTorzok